Доброго времени суток! Вашему вниманию представляется обзорный доклад по книге под названием «Матропологическое исследование. Женщина-убийца», опубликованная в 1901 году, принадлежащая авторству врача госпожи Тарновской. Данная книга написана в рамках на тот момент времени представленной начинающей дисциплины научных, которая называется условно «Уголовная антропология». Это, с одной стороны, достаточно узкая как в начале XX века, так и сегодня специализация. Таких консультантов сегодня, я так полагаю, вообще в принципе особо не существует. Но это некий взгляд госпожи Тарновской, который позволил с нескольких точек единовременно рассмотреть такой феномен, как «женщина-убийца». В самом начале данного антропологического исследования вообще задается следующий вопрос. Как известно, при исследовании понятия преступления и лица, который совершает преступление, соответственно, преступник, в уголовном праве, вообще в науке, в криминалистике, в криминологии, до 1865 года преступники чаще всего рассматривались достаточно однобоко. То есть, чаще всего оценивалось в первую очередь само преступление и тяжесть этого преступления, и затем, соответственно, рассматривалось мера наказания сообразно этому преступлению. Не так много внимания уделялось самой категории преступника, именно почему тот или иной преступник совершил это действие. Затем возникает определенный взрыв интереса, направленный именно в ключе разрешения этого вопроса, почему преступник так поступает, почему он становится преступником. И возникают две полярные точки. И вот на момент выхода именно этой научной работы, я повторюсь, 1901 год, эти дискуссии не утихают. То есть существует два лагеря. Один лагерь говорит, что преступник, вот мы ее возьмем здесь, в категориях преступника, это такая категория, которая порождается социумом, то есть обществом и различными общественными институтами, порядками и законами, которые существуют в этих институтах. Представители другого же лагеря говорят о том, что генезис преступника происходит в первую очередь из его наследственности и из тех форм предрасположенности, которые есть у каждого человека. Причем, когда мы говорим о наследственности, нам необходимо понимать, что на тот момент времени не было еще такой логики, как генетика, и не было генетического аппарата, и рассматривалась чаще всего так называемая морфологическая составляющая, то есть внешняя составляющая человека. По сути, речь идет о свойствах организма и природной расположенности, исходящих из этих свойств организма, которые человек оттолкает на преступный путь. И вот, соответственно, в XIX век стоит вопрос, что же первично с точки зрения причины формирования этой категории? Социум или же те самые свойства организма, которые в том числе предусматривают определенного рода заболевания, которые могут проявляться внешне, видимо, в виде вырождения и так далее. Могут проявляться в виде неадекватного, ненормального и даже патологического поведения, ну и так далее. Так вот, автор данной книги сразу же утверждает, что пора поставить жирную точку в этом споре и перестать искать первичное и вторичное, потому что здесь нет ни первичного, ни вторичного, все работает одновременно. Это отличительная точка зрения госпожи Тарнавской, и ввиду этого ее исследовательская модель позволяет рассмотреть категорию женщин и преступник с трех точек. Одна точка – это будет у нас непосредственное исследование наследственности. То есть я бы сформулировала это так. Направление и подходы к исследованию. Предмет исследования данной работы один – это женщина-преступник, а исследуется он несколькими способами. Первое, что делала Тарнавская, она изучала, и здесь в этой книге полностью изложен, свойства так называемого организма этого человека. А по сути она изучала, руководствуя в том числе идеями Ламбразо, признаки вырождения человека. То есть существуют так называемые нормальные показатели, существуют отклонения. И вот каждую женщину она описывает, вы будете видеть, там есть генезис из каждого преступления, и портрет женщины, он состоит из трех категорий. Категория номер один – это ее внешний портрет, вплоть до табличниц, где описана длина носа, объем головы, насколько пропорциональны те или иные члены тела, коленные рефлексы и так далее. Следующее направление в исследовании – это непосредственно наследственность. Наследственность. Научный парадикл он начинает с того, что у наследственности, вне зависимости от того, где это написано в академических книгах, знали наши древние предки давным-давно-давно. И все знали, что каково яблоня, таково и яблоко. И есть определенные правила среды, той самой семьи, или рода, или племени, в которой есть совершенно конкретные культурные традиции, обычаи, подходы и так далее. Я на прямой такой пример, что в частности цивилизованному человеку очень сложно понять, каким образом можно убить своего родителя, затем сварить его тушу и съесть это мясо. Но, например, для дикарей определенных племен это совершенно нормальное, естественное и даже уважительное отношение к своему родителю. Повторюсь, цивилизованному человеку этого не понять. Но, когда мы видим определенные деяния, в виде того, что кто-то убил родителя, варит его и ест, понятное дело, что у цивилизованного человека сразу идет оценка. Это преступление. Так нельзя, таких нужно сажать, убивать и так далее. Так вот она и говорит, что есть понятие вот этой наследственности, и оно достаточно широкое. И мы не можем, вот там еще был пример с Николухом Маклаем, что если бы Николухом Маклаем оценивал бы европейским взглядом все эти племена, с которыми он был, то он бы там их, наверное, поубивал, скорее всех. Чего смог бы нам донести вообще с географической, исторической и этнографической точки зрения какие-то новые знания. Но от племен и низкой, так сказать, социокультурной нормы этих товарищей мы все-таки перенесемся к женщинам, которые, так сказать, на тот момент времени существовали в Российской империи. Чем, вот здесь хотелось бы сделать акцент, чем сильно отличается вот эта работа? Здесь очень хорошая выборка. То есть более 400 портретов женщин-преступниц рассмотрены комплексно. Вплоть до того, что даже есть самые настоящие портреты, то есть конкретные иллюстрации. Каждая женщина, во-первых, продемонстрирована портретом. У каждой женщины существует описание, изучение ее морфологических свойств и сравнение этих свойств признаками вырождения. Каждая женщина, по отношению к каждой женщине проведено небольшое расследование по поводу того, где она родилась, в какой среде родилась, воспитана она, не воспитана, какие у нее родители, пьют они и так далее, и так далее, и так далее. То есть вплоть до того, как проходило ее воспитание в детстве. И самый главный параметр номер три. А именно качество преступления и классификация преступления. И побудительные причины преступления. То есть каждую женщину опрашивали, почему она совершила те или иные преступления. И Тарнавская, хоть и врач, она огромное внимание уделяет непосредственно психологическому параметру. Что любопытно, в этом труде, ну опять-таки, все-таки это начало 20 века, вы практически не найдете слов психологический и так далее, да, зато очень отмножится много слов нравственный и духовный. Так вот, Тарнавскую волновали нравственные и духовные побудительные мотивы и причины, которые толкают женщину на преступления. Итак, отличительное качество работы номер один. Огромная, очень добротная выборка. Отличительное качество это работы номер два. Выборка однородная. То есть она специально подобрала тех женщин, которые непосредственно можно было бы назвать русскими. То есть женщины, которые, а, не имеют родственников с точки зрения народов Кавказа, Грузии, Армении и так далее. И Б, с точки зрения Европы, да, то, что не было там шведов, финнов, немцев, ну и прочее. То есть это в основе своей совершенно обыкновенной женщины. Следующий момент времени. Помимо того, что выборка однородная, главный ее параметр, это, конечно же, преступница. И мы говорим об убийцах. То есть здесь практически не будет воровок и всех остальных. Ключевой фактор, это... Ключевой показатель того, что нам эта дама подходит для выборки, это убийство. Так вот, выборка показывает достаточно удивительные моменты. Практически подавляющее большинство этих женщин, которые совершили убийство на разной почве, от убийства из страсти, полового влечения до убийства из скорости, большинство этих женщин происходит из села и сельской среды. То есть это крестьянки, это домработницы, это наемный люд родом из села, который пытается пробиваться в городе или в своем же селе и так далее. Сказать, что женские убийства нравственно как-то более мягкие по сравнению с мужчинами мы не можем. Никоим образом. Хотя есть, конечно, отличительные моменты. Но вообще женских убийств по сравнению с мужскими, их меньше. То есть там соотношение 5 к 3. То есть 5 убивают мужчины, 3 женщины. Но тем не менее это тоже достаточно много. Чуть позже я прочитаю, какие убийства женщины не совершают. Ну, например, женщинам не свойственно совершать убийства на профессиональной почве. То есть, например, не удалось что-то послу, по долгу службы или еще что-то. То есть месть начальнику из-за этого женщина убивать не будет. Но есть и такие убийства, которые мужчины не совершают. Например, мужчины не убивают собственных только что рожденных детей, потому что, скажем так, если хозяйка узнает, что у нее появился ребенок, она уберет ее из служения или вообще выгонит на улицу. То есть где-то убийства среди вот этого сельского контингента. Они присутствуют и достаточно широко представлены. То есть первое, что мы можем сказать, что более 85% женщин-убийц из села. И исходя из описанного четко генезиса совершенного преступления, есть даже условно, я могу их так назвать в результате анализа, совершенно конкретные шаблоны и сценарии жизни этих женщин, которые в конце концов совершают убийство. Ну, в первую очередь, мы вернемся еще к такой вот есть поправку, на которую Тарновская делает большой акцент. Она говорит, что при исследовании и назначении мер наказания убийцам можно было бы психиатрический подход разделить на две эпохи. До 50-го года 19-го века и после, когда так называемый ученый Морей, француз, сказал, что мы не можем всех преступников считать здоровыми. Среди них существует колоссальный процент душевно больных, людей с отклонениями с детства, с патологиями и так далее. Поэтому считается, что Морей это вот такая вот, с одной стороны, гуманистическое лицо, которое высвободил, чуть ли там не избастили из оков и на самых настоящих цепей этих преступников и сказал, что ряд преступников нужно просто лечить. Но это не значит, говорит врач Тарновская, что мы хотим всех судей превратить во врачей. Конец цитаты. Она так и пишет. Такой задачи не стоит. То есть этот труд не предназначен для того, чтобы кого-то оправдать, что он совершил преступление, убил ближнего своего, потому что он такой там с рождения, у него припадок эпилепсии или депрессии или еще что-то. Напротив, лейтмотив очень многих убийств заключается вот именно с нравственной точки зрения в том, что человек совершает их намеренно. То есть большинство вот этих убийств, это убийства не на нервной почве, даже не из-за накопительного эффекта, а совершенно конкретное, хладнокровное, сознательное понимание сил и последствий в результате совершенного преступления. С очень многими она проводила диалогами, и под многими я не хочу обобщений, это вот эта цифра, это 85%, когда она задает вопрос, что вы же понимали, что будет, когда раскроются ваши деяния, вы же понимали, что будет после преступления. На что ей совершенно конкретно и просто объясняли, ну и что? И на каторге люди живут. А моя жизнь хуже, чем каторга. Так что я теряю? Я на самом деле вообще ничего не теряю. Потому что у некоторых были даже, извините, оптимистичные лейтмотивы, что может на каторге вообще жизнь лучше будет. Она начнется с новой волны, с новой ноги и так далее. То есть не нужно считать, что женщины, они там какие-то были мягкие, что так у них там получилось, не сложилось и так далее. Количество и качество этой выборки показывают, что вариации исполнения убийства, схемы продумывания убийств, схемы продумывания отходов для того, чтобы тебя не нашли и все остальное, они очень хитрые, ловкие и достаточно многогранные. И в большинстве, я вам повторюсь, это 80%, когда женщина-убийца знает, зачем она совершает это убийство, она его заранее продумывает, планирует, планирует, как она будет уходить, чтобы это убийство не вскрылось, ну и так далее, и так далее. Следующий момент, к которому хотелось бы перейти, основная часть, да, это непосредственно причины. Как уже говорилось в самом начале, автор предлагает рассматривать комплексно причины, толкающие женщину на убийство. Это непосредственно и то, что она получила от рождения, и свойства определенные ее организма, и та среда, в которой она находится, те задачи жизненные, которые существуют, и она с ними не справляется, и вот пытается таким методом что-то изменить в жизни. Хотелось бы небольшую цитату. Во-первых, несмотря на самое близкое продолжительное знакомство с преступником, нельзя вполне стать на его действительную точку отправления и приравнивать ее к себе. То есть она говорит, что мы не смотрим глазами преступника, и мы не оправдываем преступника. Мы смотрим на деяния и на побудительные причины, толкающие преступника на это деяние. Далее. Есть один момент, который в этой книге современной психологии, он вряд ли был бы понятен, но в начале XX века он совершенно открыто обсуждается. Она говорит о том, что не нужно считать, что уровень интеллекта как-то будет влиять на нравственный внутренний закон. Это заблуждение, которое существовало, и это заблуждение Тарнавская описывает. Она говорит, что существует огромное число людей, которые обладают высоким уровнем интеллекта, но при этом уровень интеллекта не является ключевым фактором формирования его нравственного закона. То есть человек может быть достаточно разумным, дальновидным и использовать эти качества для совершения преступления. В том числе такого рода подход, который определяет культуру интеллекта и культуру нравственности, может преобразовать преступление в настоящую профессию. То есть существует иерархия, в которой преступность – это профессия. И здесь, конечно же, все преступления совершаются по убеждению. Это форма жизни, образ жизни. Переходя в частности к рассмотрению побудительных причин, лежащих в основе рассматриваемых преступлений, совершенных женщинами-убийцами, мы находим, что наиболее частыми поводами к совершению уголовных преступлений против личности со стороны женщин является, несомненно, семейное несогласие. То есть, если мы будем говорить о причинах, то Тарманская говорит, что причин на самом деле не так уж много, именно вот этих главных побудителей. И причина номер один – это семейное несогласие. То есть, она считает, что для женщины семья – это отправное. И именно отсюда, и из отсутствия семьи, нежелания находиться в семье и так далее, возникает большая часть убийц. Заблуждением считается, что чаще всего убийства совершаются из скорости, из желания завладеть чужим имуществом или еще чем-то – это далеко второстепенное убийство, она говорит. Убийство из корыстных целей занимает лишь второстепенное место. Да и в том, при убийстве из корыстных целей женщинам далеко не всегда принадлежит инициатива. Вот здесь мы могли бы описать сразу же три формы совершения убийств. Точнее, формы участия женщин в совершении убийств. Сразу же идет такая поправка, что женщин убийц меньше, кажется, что их меньше, и вероятно, что их вообще даже не меньше, только потому, что они более хитрые, более ловкие, труднее их, так сказать, находить, обнаруживать, и мужчины их часто выгораживают. Так вот, первая форма участия женщин – это когда женщина-инициатор и женщина-исполнитель, то есть она одна. Пошла, убила, завладела и так далее. Это не самая часто встречаемая форма. Такого рода модели, она здесь некоторые модели обобщает, она говорит, например, такой тип, как женщина-разбойница. Он встречается крайне редко, но тоже иногда бывает. Следующая форма, которая встречается чаще всего, это пособничество, пособничество в убийстве с задуманным мужем или чаще любовником. Пособничество в убийстве помогает мужу или любовнику. И, соответственно, есть такая форма преступления, когда у нас есть женщина, и она организовывает целую банду или группу лиц. Чаще всего это, конечно же, семья. То есть здесь может быть и муж, и мать, и брат, и кучер, и друг детства и так далее. Вплоть до того, что там были примеры, когда двух любовников организовывали, и ничего страшного, ради прибыли, ради наживы эта банда шел. То есть женщина задумывала план, разведывала информацию, где, когда спит, кто куда выходит, сколько дверей и так далее, и так далее. Организовывала эту банду, они совершали преступление, она, как бы, вроде, лично не участвовала, топором не махала, но при этом она инициатор, и она распределяет прибыль и прочее, прочее. То есть такая форма тоже присутствует. Как женщина-организатор группы лиц. Женщина-организатор группы лиц встречается вообще только в сельской среде. Среди горожанок есть женщины-инициаторы, есть женщины, действующие в паре, но, опять-таки, количество вот, условно, количество этих горожанок, да, их гораздо меньше. Несомненно, меньше. Итак, есть две категории преступлений против личности, в которых женщины не принимают участие вовсе. Во-первых, женщины не убивают, посягая на жизнь вследствие служебных неудач или вследствие краха. И второй тип преступления против нравственности, это изнасилование и расцвеление малолетних. Этот тип преступления женщины тоже, согласно вот этому исследованию, не совершают. Так, обе эти категории представляют значительную численность в статистике уголовной преступности мужчин. С другой стороны, уголовная преступность женщин характеризуется также двумя видными преступлениями, несвойственным мужчинам. Первое, мужа-убийство вследствие полового отвращения. И второе, детоубийство, обыкновенно совершаемое девушками и матерями. То есть, такие виды убийств совершают только женщины. Мужчины таких убийств не совершают. Преступления первой категории чаще всего встречаются среди сельского населения, где девушек выдают замуж в очень юном возрасте, до 16-17 лет и нередко еще до наступления менструального цикла. В каждом психологическом, в каждом портрете при описании вот этого параметра, наследственность, да, и медицинского параметра, вы будете в анамнезе видеть как раз таки время полового созревания, время менструального цикла, время вступления в брак, в первую половую связь, количество беременности и количество детей, которые все-таки остались живы. Я могу сказать, что, в общем, ну, картина более чем ужасающая, более чем печальная, потому что очень многие выдают замуж, выдавали на тот момент времени раньше, чем даже созревал этот организм. Достаточно часто эта статистика как-то 10 раз была беременна, там, выжила четверо детей. То есть, это вот те нормы и те условия, которые существовали на тот момент времени. И среди них вот как раз и появляются вот эти женщины-преступники, женщины-убийцы. Зато в статистике случайных преступлений численность женщин несравненно меньше, чем среди мужчин в силу различия социальных условий обоих полов. Ну, и, конечно же, существует между мужчинами и женщиной откровенно грандиозное различие, да, в том числе описывающие разные физические силы и так далее. Поэтому именно преступлений, связанных с физической силой, вот именно как там женщины-мутанты или терминаторы, их практически нет. Но мы уже сразу на данном этапе можем сказать, что женщины аккуратно подходят а, к выбору инструмента совершения преступления, б, времени преступления совершения, в, история, которая будет рассказана, если те или иные люди из окружения, в том числе обнаружат. Были женщины, которые расписывали себе сценарии на целый месяц вперед, сколько версты не будут махать в противоположную сиреннюю сторону. Были женщины, которые там пережидали в поле, ну, то есть вот она убила свою хозяйку и ходит в поле, ее не может никто найти неделю, потом она тихонько подкрадывается в следующее село, надеясь на то, что там ее никто не ищет, еще никто не хватился, ну, и так далее. Вот, то есть есть конкретные сценарии и мы их обязательно рассмотрим. Я эту доску сейчас зафиксирую и мы пойдем дальше к классификации. Чем еще цена эта работа? Автор, на свой взгляд, провела классификацию, какие вообще существуют женщины-убийцы. исходя из всех, из всей выборки. На самом деле, после 30-го портрета практически ничего нового уже не встречаешь. всех убийц в первую очередь она делит на две глобальных категории. Итак, вот у нас женщина-убийца, категория 1 и категория 2. Первое. Убийцы под влиянием побуждения страсти или страстного импульса. Убийцы под влиянием страстного импульса. И тут существует отдельная классификация. и второе. Вторая крупная группа это убийцы с подавленным восприятием. Убийцы с подавленным восприятием. от себя позвольте заметить, что если сравнивать вот эту классификацию с исследованиями Рошиха и с моделью реализации памяти Попова, я не вижу в этом никаких противоречий, потому что действительно существует метод прямого срабатывания механизмов памяти, когда мы имеем дело с импульсом, осуществует метод работы механизмов памяти, когда у нас есть два преломителя, когда у нас есть два форпоста, это наш разум и ум. Так вот, Анатская говорит, есть убийцы, которые руководствуются страстным импульсом, то есть первым побуждением у них вообще отсутствует вот этот аналитический разумный аппарат, осуществуют убийцы с вот этим подавленным восприятием, то есть у них притупленная разумная и умная функция. То есть для них вот понятие там закона, нормы, нравственности, культуры, этики, оно не играет весомой роли, оно существует, но, скажем так, оно глубоко второстепенно. Убийцы с подавленным восприятием. Здесь он выводит несколько групп. Убийцы с притуплением нравственного чувства, с притуплением нравственного чувства. Вот просто приведу два примера. Вот убийца с присутствующим нравственным чувством. Есть там такой пример, когда была одна крестьянка, она неудачно родила, и над ней сжалилась ее хозяйка и сказала ничего страшного, то есть она ее по сути приголубила, прикормила, разрешила у себя остаться. Там пошла искать лучшие жизни в соседнее село, у нее ничего не получилось, через несколько лет она вернулась. Хозяйка по доброте душевной сказала, ну хорошо, оставайся, я дам тебе работу, помогу и так далее. И уровень, степень их доверия дошла до того, что эта хозяйка позволяла этой женщине даже ночевать у себя в комнате. И в один прекрасный момент, даже несмотря на вот это доброе отношение, эта женщина берет топор и убивает эту хозяйку во сне. Причем там описывает совершенно конкретная сцена, что она в первый раз ударила ее недостаточно сильно и топор соскользнул, та очнулась, начала кричать барахтаться и убийца откинула топор, взяла подушку, начала ее душить, придушила, потом топором довершила начатое, разрубив ей горло. И на тот момент времени, когда ее поймали, она испытывала горечь, сожаление, ревела, говорила, что я не хотела так поступить и так далее, делайте со мной что хотите, пусть меня убивают, все равно жизнь закончилась. Убийца с притупленным восприятием вот этого нравственного чувства не будет лить слезы, да мало ли, всех убивают, полоса белая, полоса черная, ну и так далее. То есть нет понятия совести, нет понятия вот этих каких-то нравственных лейтмотивов, оно притуплено, оно не важно. Важны простейшие вот эти инстинктивные составляющие. Мне нужно что-то есть сегодня, мне нужно чем-то обеспечивать семью и думать, что-то на будущее. То есть, послушайте расчет. Следующая группа. Убийца на почве половых сношений. Ну, соответственно, муж, то есть обычно это тройки. Муж, жена, любовник и так далее. Дальше. Следующая группа, которую она анализировала, она собирается в две группы одновременно. Это убийцы нервно и душевно больные. Нервные и душевно больные. Если человек нервный или душевно больной, это не значит, что таковой станет непременно убийцей. Нет, мы уже говорили ранее, что должны быть причины. То есть, если существует накопительный эффект семейных незаурядиц, неприятностей всего остального, раз, или существует определенная корость, то и душевно больной человек может в том числе эту корость по-своему понять и ее по-своему реализовать. Ну, и следующая группа, достаточно малочисленная, вот именно в этой категории, это случайные убийцы. Не придумаешь ли на убийство? Такие случаи в том числе рассматривать. Дальше, убийца под влиянием страстного импульса или коротко убийца по страсти. Убийца по страсти, она разделяет убийца по страсти на семь категорий. Итак, здесь у нас, во-первых, присутствуют убийцы из корости. Причем, автор совершенно конкретно говорит, корость характеризуется понятием Habwunsch немецким, что в переводе означает жажда иметь. То есть, тут побудительный мотив, он простой, хочу иметь, хочу иметь плотки, хочу иметь эти драгоценности и так далее. И очень часто вот такие убийцы, они говорят, да у нее сундуков, добра там и так далее, и так далее. То есть, не хочет делиться, отберем силы. Дальше, убийца на почве материнской любви. Убийца на почве материнской любви. Чаще всего здесь сценарий мать и дочь. Ну, об этом сценарии мы поговорим отдельно. Дальше, убийца на почве половой любви. Видите, у нас здесь тоже существует, да, здесь у нас половые отношения и здесь половая любовь. Разные лейтмотивы, разные. Здесь импульс, здесь расчет. Соответственно, четвертый вид убийств, убийства из ревности. Убийства из ревности. Пятая категория убийства из мести. Шестая категория вследствие накопления обиды. То есть как раз вот здесь стандартный сценарий накопления обиды. Жена терпела побои 20 лет, она копилась, копилась, копилась. В конце концов, обычно с подачи чьего-то доброго лица и доброго совета она убивает мужа. и убийца по ненависти и жестокости. По ненависти и жестокости. Вот так выглядит классификация убийств по Патарновской. Ну я полагаю уже на этом этапе мы должны рассмотреть эту систему. И нужно сказать, что с Олегом Викторовичем уже было проведено предварительное исследование и одним из первых вопросов, которым мы задались о все ли эти убийства и почему они такие. По сути, правдива ли классификация, так ли это. И для того, чтобы мы могли ответить на этот вопрос, мы нужно использовать определенного рода инструмент. И инструмент, который непосредственно исследует побуждение как психологическую категорию, это является инструмент тест-сонди. и мы использовали параметры векторов тест-сонди, именно этих самых побуждений, для того, чтобы рассмотреть все эти виды убийств. И наперед хочу сказать, что все убийства стали черта, просто как матрица в патрицу. То есть и эта группа, и эта группа, если мы совокупно их посчитаем, если мы совокупно их посчитаем, то у нас с вами получится 14 видов убийств. Но факторов у нас 8, по степени зарядки-разрядки это плюс-мимус, это получается 8 на 2 16, то есть у нас есть фактор, вот возьмем с вами просто как пример, фактор H. Соответственно у нас будет побудительный к совершению убийства H плюс и H минус. У нас факторов в сунде 8, H, S и так далее. Теперь мы 8 умножаем на 2, потому что у нас будут плюсовые и минусовые методы совершения преступления. Появляется 16, тут 14. Почему так? Мы пришли к удивительному открытию, которое говорит о том, что женщина- убийца, одним из краеугольных отличий от всех остальных женщин это обнуленная мораль, то есть H 0. То есть если мы рассмотрим все виды языком тестосонде, рассмотрим все психологические портреты, методы совершения преступлений этими данными, у них у всех именно нулевой показатель H, то есть нулевой показатель морали. То есть этика и мораль, да? Этика это запреты, мораль это степень запрета, то есть до какой степени можно. Тут степеней нет, тут можно все, то есть отсутствуют какие-либо ограничения. Мы привыкли к тому, что всегда существует определенная черта. Я имею в виду людей, которые существуют нравственные и моральные законы. Есть черта позволенного и недозволенного. Так вот психологической характеристикой женщин-убийц является краеугольный момент того, что черты нет, она стерта. И тормозов соответственно тоже не существует. Ну и соответственно мы могли бы каждый раз смотреть, если мы уберем две категории хи у нас останется четырнадцать. То есть семь пар. И вот мы видим семь категорий здесь и мы видим семь категорий здесь. То есть у нас получается две парные группы. И когда мы говорим о первой категории, это убийство, в основе которых лежит как раз человеческая категория побуждений я и хи этика и мораль. Когда мы рассмотрим из пары вторую группу преступлений, мы увидим, что в основе этих категорий лежат факторы М и Д. То есть сцеп расцеп поиск и фиксация или условия. И у нас получается определенная равноместная система. Помните, на предыдущей доске мы рисовали определенную чашу. То есть либо это будет правило установки социума, вот они эти философские убеждения, либо это будут условия, в которых произрастал человек. То есть его инстинктивная животная составляющая будет лежать в основе а у мужчин наоборот. Итак, дорогие коллеги, прямо сейчас у нас как сказали бы проведни умы Украины, украинские науки величезны науковые световые открытия. Итак, мы рассмотрели с вами определенную систему, структуру побуждений женщин-убийц. И вот так выглядит женская составляющая. Ехи одна группа убийств, МД другая группа убийств. И так выглядит женская система. Мужская система крайне противоположна. То есть если мы рассмотрим мужчин-убийств, то тут тоже будет две группы лиц. в основе одних убийств будет лежать конфликт между быть и иметь, а в основе других субстанция H и S садом лоза. И опять-таки гипотезой, рабочей посылкой. если у всех женщин мы видим стертую мораль хиной, то соответственно у мужчины все позволяющие философская категория. То есть он решает, что можно и в какой момент времени. Так мы на данном этапе могли бы рассматривать эту систему. Существует две ведущих категории, особые категории убийц, которые по сути чем они отличаются? Это не просто какая-то патологическая категория, это профессиональная категория. То есть мы уже говорили, что и так существует иерархия, в которой преступники считают в том числе убийство определенной профессиональной своей обязанностью. Так вот существует две формы преступника, которые мы тоже могли бы описать тестологическим языком в сонде. То есть смотрите, если мы совершим, вот возьмем мужскую составляющую, мужскую категорию, убийца-мужчина, который одновременно личность его была ретрансформирована и одновременно этот человек является виртуозом на высочайшем профессиональном плане, то соединение и ретрансформация свойств личности и возведение навыка убивать других людей в мастерство профессионала порождает такую категорию личности, которую мы именуем киллером. То есть вот так выглядит портрет побудительных мотивов побуждений киллера. Когда мы говорим о такой категории, как маньяк или серийный убийца, то по сути здесь механизм такой. Сначала мужчина должен превратиться в женщину, сделать выбор в пользу женских качеств. У него возникают вот эти две двигательные системы. То есть сначала он превращается в женщину, тем самым подпадает под категорию зависимости от условий и у него не трансформируется философия. При соединении этих двух категорий вихи МД у нас получается маньяк или серийный убийца. Тот, кто совершает серию убийств. Кто мог подумать, что в общем-то если рассматривать работу 1901 года и единовременно аппарат теста-сонди и основываясь на монографии, которая недавно собственно вышла, я имею в виду монография о психологическом портрете серийного убийства, могли бы прийти к этим и прийти к основе понимания психологического портрета наемного убийцы или киллера. С вашего позволения это фиксирую. чем еще цена данная научная работа в простоте и подаче комплексного научного материала. а именно казалось бы прошло 120 лет нет заимствований ненужных сложных терминов язык логичен прост работа написана с учетом научной методологии она не гуманистична не позитивистская есть научная модель есть описание научной категории аппарата и всего остального и все это написано достаточно просто то есть любой человек может с этой книгой работать она немного написана другим языком я имею ввиду форма потому что книга все-таки еще до реформы русского языка 1910 года вышла но читать ее честно говоря никаких затруднений нет и работать с научными данными очень удобно то есть во-первых есть классификации согласно классификации все убийства структурированы и ранжированы во-вторых в конце книги вы можете найти так называемые антропологические таблицы вот это таблицы они настоящие ну это очень важная полезная информация для антропологов для криминологов потому что там единовременно госпожа Тарновская сравнивает и факторы описывающие имеющие отношение женщины-убийцы к вырождению или нет описывают их внешние особенности отдельно есть табличница которая сравнивает методы собственно совершения преступления отдельно есть табличница которая описывает среду да то есть условия то есть очень удобно работать с этим с этой книгой очень удобно работать с этим материалом это большой плюс сегодня к сожалению таких работ мы не встречаем как есть итак первая категория которая вот если анализировать все эти 400 убийств первая категория которая лично меня поразила это непосредственно кто эти убийцы чаще всего я повторюсь это село то есть село это та самая преступная среда которая и толкает женщину на преступный путь 85% это не шутки это закономерность это уже не тенденция то есть село обладает всеми условиями превращаемую личность в ретрансформирующую ее в преступника и не просто в преступника а в преступника который в том числе совершает преступление против личности то есть убийца это уже непосредственно самая скажем так весомая категория то есть повторюсь параллельно мы с вами будем видеть что эти убийцы они в том числе воруют они в том числе травят они в том числе хотят завладеть имуществом и считают что наличие другой личности которому принадлежит это имущество это определенного рода препятствия вот как у животного не существует какого-то морального порога животное как оно понимает что вот этот кролик для гепарда кролик или зебра это просто добыча у него нет какого-то отношения там слез еще чего-то то есть это добыча и он препятствие от моей сытой жизни вот эта животная парадигма она в том числе лежит в основе вот такого рода преступниц хозяйка барыня наемный ну человек который наниматель на тот момент такое слово наниматель он препятствие к твоей безбедной сытой жизни просто потому что он есть у него больше этого добра и если ты устраняешь это препятствие то соответственно ты себе присваиваешь это добро и никаких нравственных там каких-то параметров и законов в этой категории нет то есть есть определенные животные модели в том числе культивируемые в селе а если мы рассмотрим деятельность функциональную самого села да это не только агрикультура и работа с землей но это и есть работа с той самой скотиной то есть вот эти двигательные модели работы с скотиной забить быка там да зарезать там ну овцу или еще что-то это совершенно естественные животные двигательные модели которые существуют и эти же двигательные модели обращения с животными из пищи они в том числе реализуются вот в обыденной жизни вот этих женщин крестьянок следующий момент при анализе оружия оружие совершения убийств если бы здесь орудию или инструменту или оружию можно было дать какую-то пальму первенства совершенно условно то у русской женщины преступницы однозначно пальма первенства отдана топору то есть центральное и практически единственное оружие которое использовали женщины для убийства себе подобных это топор то есть номер один и нечем сравнить нечего противопоставить ему по количеству и качеству это топор использовали что-то другое из всей выборки я могу сказать что там есть только два инструмента которые вскользь упоминаются это кресало или кресило в толковом словаре есть объяснение что-то наподобие русского мачете нож не встречается то есть это может быть просто какой-то предмет тяжелый который берется в руку вход до чугунной сковороды или что-то такое но все равно номер один это топор причем били двумя способами били и опухом оглушали обычно сзади били и режущей кромкой разрубали позвонки шейные и так далее есть описание например такого убийства которое состоялось случилось вернее в Севастополе в 1888 году была там одна зажиточная дама очень не то что алчная но вот она была скупая она ни с кем не разговаривала она никого не впускала и там даже описывается что у нее перед домом был небольшой садик и если кто-то звонил в дом открывалась форточка она просула через эту форточку и долго на всю улицу сколочно выясняла кто это такой и кто к ней пришел тем самым она никого не хотела к себе впускать и никого видеть но все равно нашлись способы подходы почтальон и так далее почтальон и его жена каким-то образом они все равно проникли причем проникли они чтобы ее убить ночью криков ее никто не слышал и вот криминалисты с места преступления описывают что убийство состоялось так ее выволокли из постели обухом топора сначала оглушили она царапалась бежала к окну пыталась добраться открыть эту форточку чтобы начать кричать на улицу и все это время пока она пыталась это делать сзади ей наносились топором режущие удары в итоге все 7 шейных позвонков перерублены от черепа отколоты куски ну то есть это достаточно жестокое убийство и описывается что убийство это было совершено не просто топором а специальным инженерным острым топориком который вот эта женщина инициатор крестьянка из деревни неподалеку от Севастополя она его украла у одного инженера потом она его везла окольными путями ночью специально с собой топор этот прятала в подоле платья чтобы никто не нашел и вот они совершали убийство вот этим инженерным топориком но все равно это вот один просто такой пример очень часто мы видим либо удар сзади ввиду оглушения в том числе если женщина физически сильная то и одного удара бывало хватало но нередко мы видим такую картину когда удары находим наносится в серии и 10 и 14 и даже 20 раз есть то есть теперь предлагаю рассмотреть двигательные то есть как убивали ну первое конечно же раз мы имеем дело с топором то чаще всего топором оглушают или разрубают колют вот как дрова колют то есть еще раз делаю акцент на том что это все сельские сельскохозяйственные двигательные дети с маломальства там с 3-4 лет оно еще кое-как там держит ему в руках но его уже учит носит ветки колоть их топором там и так далее и так далее то есть с топором даже более с чем ножом знакомый с самого детства следующий момент если допустим не получилось оглушить часто здесь вступает удушение то есть что еще делают душит да были примеры когда душили без применения топора да то есть когда спящую например женщину на нее накидывали веревку если веревки не было а бывали и голодные годы и бедные села в которых веревки это было очень ценный сельскохозяйственные продукты на то чтобы убить кого-то ее не переводили брали платки связывали сворачивали платки в том числе шелковые потому что они прочные крепкие и вот этими платками душили подвешивали ну и так далее то есть вот смерть уменьшления через удушение через асфекцию в том числе присутствует на четвертом месте я бы поставила конечно отравление особенно часто это все отравление это тот тип во-первых совершение преступления по мести совершение преступления вот этого редкого типа ввиду отвращения от мужчины и совершение преступления в тот момент при таком сознательном намерении когда женщина хочет чтобы на нее не подумали что все произошло само по себе то есть она не собирается убегать она не совершает она хочет получить все здесь и сейчас там был такой пример в частности кстати я не знаю это стечение обстоятельств или просто культура такая но очень часто травили бублики вареники вишневые торты пироги вернее да и просто пироги да то есть вероятно это такой тип продукта в котором незаметнее всего будет мышьяк потому что чаще всего при вскрытии трупов обнаружило что в животе было много мышьяка и в основном когда описывали ну что происходило с человеком да то есть он вот поел вот этих вареничков вишневых и его сразу начинает поносить и рвать двое-трое суток человек орлет то есть это мучительная смерть и он умирает уже только после этого при вскрытии обнаруживается что это мышьяк то есть вот по сути то есть либо топор либо удушение либо отравление топором могут удушить могут разрезать и прочее каких-то жестоких сцен расчленения они достаточно редко присутствуют да то есть специально рубить на части там отдельно руки ноги и так далее этого практически не присутствуют следующий момент что меня тоже очень скажем так на что нужно обратить внимание это продуманность то есть насколько женщины качественно обдумывают что они будут делать в случае а неудачного попытки совершения убийства б как они будут отступать чтобы их не нашли там и так далее и так далее и повторюсь поскольку у нас есть три формы совершения преступления то чаще всего мы будем видеть парность то есть пара лиц будет совершать преступление когда я говорю пара лиц это совершенно не обязательно жена и муж или жена и любовь очень часто встречается пара мать и ее дочь это очень часто встречаемая пара она никак не уступает в количестве паре любовник и женщин то есть это вот первое второе есть особенно когда мы умеем дело с преступлениями и скорости то есть когда хотят завладеть имуществом часто женщины организовывают целую группу лиц и чаще всего это те же самые наемные работники которым выгодно чтобы их барина хозяина не стало потому что они с этого что-то получат справедливости ради надо отметить что не так уж много они получали и вот в этом обычно как говорится неудовлетворение от совершенного убийства в том числе толкало соучастников этого убийства раскрывать инициаторов и подельников по этому делу то есть по сути человек рассчитывал что вот они вломятся убьют эту женщину вскроют ее в сундуки а там добра на весь мир а в итоге выясняется что у нее там 20 рублей 8 платков и 1 тулуп ну смысл бежать с этим на край земли и выгораживать кого-то конечно нет лучше вместо каторжных работ там 10 лет лучше сдать инициатора и получить не гораздо меньшее наказание за то что ты рассказал как это было то есть есть связка женщина и группа лиц то есть банда объединенная общими интересами в качестве примера расскажу вот такой яркий пример был мужчина который женился на женщине мужчине было 59 лет на тот момент времени это был уже его третий брак он женился на молодой девушке 18 лет она с одной стороны не хотела замуж но с другой стороны мать ее толкала потому что они жили крайне бедно но во первых что мы здесь имеем дело с чем неравность этих людей то есть он выходец из обедневшей дворянской семьи она самая простая банальная крестьянка еще там незаконно рожденная вся семья этого человека была категорически против чтобы он на ней женился ну там была особая любовь которая круче чем страсть и в итоге он все равно не женился дальше этот человек хотел всячески показать что он еще молод он может он вместе с ней работал в поле он ее там холил лелеял на руках носил все это описывается прямо таким языком и в итоге буквально через две недели он простудился слег и умер то есть по сути она ему помогла умереть быстрее и в этот момент времени выясняется что она уже беременна и начинается расследование этого преступления так вот выясняется что преступление было задумано ее ее и ее матерью с целью завладения имуществом то есть если умирает 59-летний товарищ то вся усадьба отойдет ему точнее его сыну или дочке тому кто родится и соответственно ну зачем так долго ждать если можно решить это дело быстрее вот вот эта холодная логика зачем ждать если можно помочь она не свойственна человеку это животная логика но она присутствует достаточно часто есть примеры многочисленные примеры когда например у людей наживших добра нет собственных детей и они впускают есть же все равно наемные работники за хозяйством следить надо и они выбирают тех кто на их взгляд наиболее добропорядочные и говорят мы на тебе запишем совещание ты получишь но с тебя обязательство пока мы старые ты должен за нами ухаживать доглядывать кормить и так далее там вот есть такой прям пример где все прописано и вот в итоге действительно были муж и жена которые любили друг друга у которых все было относительно в порядке то есть я имею ввиду они не пили не участвовали в попойках не пили морды вот они пришли работать трудиться и получать за эту зарплату они работали полтора года у этих людей и те в итоге предложили им раз вы такие хорошие добросердешные давайте мы запишем на завещание что вы думаете как только завещание было составлено с этого момента ретрансфермируется личность всплывает самые лучшие качества и жена подбивает мужа на то что давай мы их убьем зачем нам так долго ждать зачем нам терпеть эти лишние рты и так далее и наследствие муж прям вот эти вот все слова которые она ему говорила и рассказывает соответственно и в один момент времени они уже начинают жаловаться это престарелая пара они говорят вы нас не доходите вы мало нас плохо кормите и так далее и они их травят то есть жена то есть жена готовят те самые пироги и вот после этого в конечном итоге они так сильно приболели другая прислуга позвала фельдшера фельдшер отпорил этих престарельцев коровным молоком и в итоге помог то есть они не умерли это кстати редкий достаточно случай и муж сдал свою жену да то есть когда уже их допрашивали и так далее он объяснил то был инициатор и прочее прочее и но вот такие истории когда человек вследствие удушения точнее вследствие отравления остался жив они крайне редки обычно все доводится до конца и делается это быстро и эффективно следующий момент о котором я бы хотела поговорить это определенные скриши или сценарии а для этого нам очень важно понимать вот этот параметр номер два наследственности то есть представьте себе это не 21 век нет товара оборота нет денег нет сферы услуг нет интернета всего этого нет что такое вот это российское село чаще всего это случайная пара лиц ему сказал жениться отец ей сказала выходить замуж мать они друг друга могли даже не знать до момента вступления в брак чаще всего это бедное существование то есть денег нет еды практически нет это постоянное это постоянные поиски довольства у женщины у женщины в том числе это определенного рода скажем так ну проблемы с материнством то есть это колоссальная смертность детей то есть если женщина рожает 12 раз а из этого выживает только трое это конечно же откладывает отпечаток на ее личности и в том числе откладывает отпечаток на ее отношение к тем кто остался в живых ну и определенные условно назовем их порядки то есть под порядком я имею ввиду в том числе социальную защищенность вернее это тайное ее отсутствие то есть ты не можешь пойти в суд если ты жена как какого-то крестьянина крестьянка кто тебе будет слушать ну и прочее прочее то есть я бы здесь описала так в такой категории как тебе никто не поможет тебе придется что-то придумать то есть либо все как в дикой природе гепарду А не поможет гепард Б как он будет себя кормить это сугубо его задача никто палец и палец по этому поводу не ударит ни при каких обстоятельствах значит один из самых частых сценариев развития действий это как раз форма совершения преступлений парности в которой парой является мать и дочь условия в которых произрастает эта преступная пара они вот такие как я здесь написала то есть представьте себе что например у матери чаще всего это старшая дочь мы даже можем сказать кто это обычная старшая дочь которую уже хотелось бы выкинуть побыстрее из семьи чтобы не было лишнего рта которую надо пристроить каким-то образом соответственно как-то выходить после этого и ее задействовать чтобы выходить там оставшихся младших детей это недостаток денег опять-таки всего остального чаще всего это как они женщины сами объясняли это не путевый муж который объелся груш это более путевые любовники с которыми тоже надо соблюдать как говорится там прям целые описаны что с кем они виделись днем с кем они виделись ночью как они все это прятали и так далее и вот обычно мать как поступала именно мать толкает дочь на преступление сначала мать считает что она должна дочку пристроить как корову по сути она дочь пристраивает находит ей выгодную партию но вы же понимаете что выгодная партия с точки зрения матери с точки зрения дочери это совершенно разные категории практически всегда это выгодная партия дочери просто там поперек горло встает но она не может сказать нет ее выдают замуж она уходит замуж вплоть до того что именно в этой среде рождается преступная категория как у мужа убийства которому женщина испытывает отвращение это вот именно такая женская форма преступления так вот эта дочь через короткий промежуток времени возвращается к матери со слезами на глазах просит ее что верни меня обратно в дом я лучше буду не есть голодать ползать в ногах есть тараканов все что угодно сделать но я не могу жить в этих условиях я не могу жить с этим мужчиной после этого у матери возникает чувство вины и чувство обиды что она поступила со своей дочерью точно так же как когда-то поступили с ней то есть это цикл определенная это программа и она там есть ряд женщин которые так и говорят я тебе заневолила мне тебя и высвобождать и вот это парадима родиночку кровиночку родимую нужно высвобождать она вот красной линией тянется через всю вот эту выборку этих преступлений мать подговаривает дочь или дочь уговаривает мать и вот они вступают в преступную связку и каким-то образом убивают вот этого мужа или выводят его калечат его там и прочее прочее или бывает что доказывали например алкоголем да то есть вот жена становится гулящей она забудет себе любовников это понятное дело что это такое такая жена это значит это показатель кто ты такой значит с тобой дел нельзя иметь и все остальное мужики начинают пить и просто спаиваются и умирают от цирроза печени от того что в пруд там упал пьяный зимой ну и так далее и так далее то есть такие случаи тоже присутствуют и вот эта сельская преступная парадигма закобырения и высвобождения она присутствует очень часто не менее часто присутствует и такая категория как убийство вот это импульсивно да в виде страсти целью завладения чего-то имущества но она как говорит Орновская глубоко второстепенна обычно это так жена муж тоже преступная пара пара лиц парадигма обычно такая чем мы хуже а чем я хуже и соответственно если у лица х есть имущество это лицо х не защищено а еще лучше если у тебя хорошее отношение то это прекрасно там был один редкий такой пример когда использовался не топор а использовалось ружье это был пример убийства которое было завершено на заказ сестры короче была сестра она заказала убийство своего брата для этого она подговорила 4 лица во-первых это была ее невестка то есть жена сына во-вторых это был любовник невестки удивительная парадигма да и 2 найманных работника которые вот жили с этим товарищем как говорится циме с преступления зачем его совершать у этой сестры скопилось достаточно солидное число долговых записок и денег она соответственно брату не возвращала нельзя сказать что брат требовал эти деньги но во-первых что было сделано она подговорила в итоге сын ее написал расписки о том что я с тебя денег не требую во-вторых они подделали еще ряд документов по которым сестра имеет право получить долю усадьбы если умрет ее брат и в определенном момент времени когда брат просто приходит уже обедать некий некое доверенное лицо просто входит стреляет в него тут даже не понял что его застрелили то есть там так и описывается что человек сидел говорит ой у нас там что-то за окном кто-то стреляет а на самом деле застрелили его но если бы это план а с выстрелем не был бы реализован существовал единовременно план б при котором невестка должна была подсыпать мышьяк в еду и накормить этой едой своего мужа то есть даже есть вот такие многосюжетные разветвленные сценарии при которых цель убийства завладения имущества вот собственно если обзорно рассматривать данную книгу на письме включая криминальную антропологию мы видим непосредственно и среду которая толкает плодит по сути людей преступников как мужчин так и женщин но фокус внимание предмет исследования это женщины поэтому у нас здесь женщины убийцы мы видим в том числе что с самого рождения присутствуют определенные модели которые эти люди видят они видят убийства каждый день совершаемые как они совершаются далеко не у всех есть доступ к мышьяку вы же понимаете известны даже ключевые сценарии и условия которые порождают вот женщин преступниц отдельно короткую ремарку скажу по поводу нервных и душевнобольных безусловно есть примеры когда и нервные люди хватаются за топор есть и категории когда душевнобольные иллюзируют и фантазируют так что они придумывают не пылицу вследствие этого травят кого-то или душат кого-то но вне зависимости от душевного состояния человека формы совершения убийства инструмента использования они не меняются вот так вот выглядит обзорный доклад по книге антропологическое исследование женщин-убийц мы с вами получили исчерпывающую классификацию всех женщин-убийц мы получили их портреты рассмотрели их с трех точек одной из точек в том числе является позиция изучения женщины как определенные ее морфологических свойств то есть когда я говорю о вырождении то каждая женщина анализируется вырождены ли этот тип есть ли признаки дебилизма и всего остального насколько они ярко выражены в виде непропорциональности ушей надбровных дуг и всего прочего и тут вот такая парадигма что чем чаще случается серийное преступление тем больше это отражается на внешнем виде человека по внешнему виду человеку очень легко например сказать вот она прям так и пишет что чаще всего признаки вырождения на лицо у проституток почему потому что серия осуществляемых их действий она частая но достаточно сложно определить по внешнему портрету человека вора и самое сложное по внешнему чисто внешнему портрету определить убийцу поэтому мы не можем категоризировать и идеологизировать категорию внешний вид для убийцы мы обязаны копать глубже а. смотреть на наследственность на среду воспитания этого человека и б. смотреть на то как он реализует свою жизнь здесь и сейчас что им движет каковы глубинные психологические мотивы вот с позиции этих трех категорий при применении теста сонди при анализе побудительных факторов мы в том числе с вами вывели проверили данную эту классификацию поняли как выглядит краеугольная женщина убийца как выглядит мужчина убийца и даже вывели две профессиональные категории убийц это киллер и серийный убийца или маньяк на этом спасибо за внимание пока не блин я не Продолжение следует...